Суть вопроса заключается в том, что сегодня в какую область Казахстана вы не поехали. Между мусульманами нет любви, понимания, единства. И, видя это своими глазами, и слыша те хадисы, которые Пророк Саллаху алейкум ассалям нам говорил, две простые вещи. Куну, айбад Аллахи и хуа. Будьте рабами Всевышнего Аллаха и братья. То есть, человек, который любит Всевышнего Аллаха, его настоящий раб, он не может не любить его творения, тем более ненавидеть их или ещё что-то страшнее делать. Но, к сожалению, наверное, природа такова, что мы уже… это уровень, наверное, да, нашей защищённости под козни шайтана, что он так спокойно среди нас стеляется, среди нас вот эти бреши вносит между мусульманами против другого. И получается так, что мы не против врага Всевышнего Аллаха, да, какого-то, или там против шайтана боремся, с другом, а мы боремся друг с другом, мы не боремся со своим нафтем, со своими желаниями, со своими похотями, а мы боремся с нашими братьями, по идее, для которых мы должны были быть опорой в трудный момент, да, и примером. И поэтому сегодня я бы хотел два хадиса по этой теме, которую Пророк Аллах А.С, он для себя как основу поставил вам рассказать. Первый хадис – это хадис, который был адресован Абдулла Ибн Масуду, Ради Аллаху Таальянгу, кто такой Абдулла Ибн Масуд, неоднократно здесь, за этой трибуной, я говорил, это человек, который при жизни был обрадован Раем, это человек, который находился на службе у Пророка С.А.С, и порой даже те делегации, которые приходили из других племен к Пророку С.А.С, они думали, что это член его семьи, его сын, зять, кто-то очень близкий, кто может свободно иметь доступ к Пророку С.А.С, и когда люди просто один раз видели Пророка С.А.С, у них жизнь менялась на 180 градусов, но когда человек постоянно с ним находился, каким нуром он вообще заряжался, это неописуемо было. Но любовь к этому человеку у Пророка С.А.С, тоже была. И информация, которая поступала от него, Пророк С.А.С, ее очень близко к своему сердцу воспринимал. Поэтому он ему сказал, у Абдулла, я говорю тебе и еще одному человеку из членов моей семьи, да, моего окружения, кто имеет ко мне свободный доступ. При мне, в моем присутствии, про моих сподвижников ничего плохого ни про кого не говорите. Чтобы когда ко мне приходили люди, я их встретил здоровым сердцем, да, в хадисе так и приходит. Вот это слово С.А.С, когда в сердце нет ни одной песчинки какого-то, скажем так, отрицательного по отношению конкретного человека. Даже не на йод. И вот эти слова, которые Пророк С.А.С, сказал Абдулла-Ибн-Масуту, он, аль-Хамду-Лилля, до конца своей жизни сел. Но, вот это засловие, это такая большая проблема, почему Пророк С.А.С, от нее себя ограждал. В принципе, у Пророка сердце, оно даже, как бы, для шайтана было от нее, от влияния на его сердце защита очень мощная. Но от этого Пророк С.А.С, там дополнительные какие-то преграды все равно еще возводил. Потому что вот это изнутри, когда на кого-то тебе потихоньку капают, начинают доносить, начинают строить козни, это человека очень сильно вообще сбивается. И поэтому пророк, саллаху ассаляму, акцентировав на это внимание, сказал Абдуллим Масуду, ради Аллаху, Абдулла, вот твоя задача такая-такая-такая. И поэтому даже те люди, которые мы знаем, да, великие, которые испытания были в семье пророка, саллаху ассаляму, по отношению к нашей матери Айши, ради Аллахана, которые они там всякие сплетни, да, разносили среди людей, даже по отношению к ним пророк, саллаху ассаляму, он был как бы в нормальном отношении. За всю историю сахабов, всех, кто приходил к пророку, саллаху ассаляму, принять ислам, был только один человек, который убил Хамзу, ради Аллаху та'алю ану, которому пророк, саллаху ассаляму, сказал, «Хорошо, я принимаю тебя, да, байат, но не показывай себя камин на глазах». Всем остальным людям, что бы они ни сделали, всех их грехи, как говорится, перед пророком, саллаху ассаляму, которые были, их какие-то минусы, он им всем сразу прощал. Настолько у него было великое сердце. Но вот эти вещи, козни, когда строились, пророк, саллаху ассаляму, он постоянно себя старался от них ограждать. Вот эти козни, они сами по себе, как бы, может, и с хорошим нетом, да, нам кажется, что мы их говорим. Допустим, если вы откроете интернет, там наберете фамилию, и рядом, да, в гугле напишите «заблуждение», и там сразу видим, сколько у меня заблуждений оказалось. Но этот человек, который это все писал, он ни разу ко мне не позвонил и сказал, «Вот, Масадбек, ты заблуждаешься в этом вопросе. Вся умма стоит здесь, а твой остров где-то там в Англандиде, там рядом. Это является нововведением. Где ты этого вообще откопал, какое у тебя доказательство? Но этого нет, ноль. Зато в интернете 10 тысяч человек или там 20 тысяч человек просмотрело. Эти 20 тысяч человек, из них там тысяча человек, это лайка, нажали. И это-то все распространилось. И теперь, ну, 10 тысяч человек по арифметической, да, прогрессии, они думают и уверены в том, что я заблаждаюсь. Ну, я это ладно ничего, это простой пример. Я имею в виду те примеры, которые про мусульман, которые абсолютно ни в чем не виновны. Ну, просто про них сказали, вроде бы, они взорвали что-то. У него какой-то подозрительный рюкзак был. Я видел, как он спускался и оглядывался, да, в метро. И все, оказывается, он залез, он взорвал, и он террорист. И эта информация так разлетается, и когда она до конечного потребителя этой информации доходит, все мусульмане, оказывается, такие, у кого в руке какой-то подозрительный рюкзак, и который оглядывается. То есть сила вот этих засловий, она такова, что она сразу человеку, через его разум, сердце западает. Понимаете? И поэтому в исламе пророк, саллаху, он очень жестко вот эти наущания всякие, он запретил. И поэтому он сказал, если ты имеешь какие-то претензии к конкретному мусульману, ладно, если ты не можешь ему сказать, напиши ему на фейсбук, напиши ему там на электронную почту, письмо напиши ему, да, на адрес его, в конце концов. Сто способов сказать, вот я, такие-то, такие-то вещи, которые ты когда-то сказал, мне они неприемлемы. Поэтому я прошу извинений, там, или пояснений, комментарий, разъяснений, все, что от него хочешь, напиши. Если не будет выходов, других вариантов, потом дальше посмотри. Но мы этого даже не делая, получается, сразу с первых, как говорится, наших умозаключений, всем остальным людям, которые у нас в округе, уже начинаем распространяться про этого человека. И вот этот второй вид засловия, он называется гибать. Кто-то нам действительно что-то плохое сделал. Но мы про него, вот эти его отрицательные качества, всем людям начинаем рассказывать. Вот он такой-то, он сякой-то, то он никогда хорошим не был, он это и сделает, и так далее. Я понимаю, что есть некоторые люди, они приходят в ислам, несмотря на это, там, начинают что-то там свои старые дела крутить. Но не все же такие. Ислам меняет стольких людей, которые, не знаю, не один, два, три раза отсидели за решеткой, раскаялись, вышли и сейчас на самом деле являются очень праведными. Ислам исправлял тех, кто воровал и не мог жить, не украв или не отобрав у кого-то что-то, чтобы он пошел, и то, что сфоровал, вернул, извинился и сказал, я действительно раскаиваюсь, простите меня, пожалуйста. И поэтому ислам, он очень сильно меняет. Но если он на кого-то не подействовал, такое тоже бывает. То есть люди, они, все они одинаковые, и не все они безупречные, и не все они одинаково готовы меняться. Но ислам, он меняет это сто процентов. Но вот эта наша отрицательная информация про кого-то, она в сердца других людей, вот эту отрицательную энергетику, информацию, она поселяет настолько, что ее потом оттуда вытащить невозможно. И поэтому насчет вот этой второй информации, пророк, саллаху, али-васалям, он говорил, это даже зина, она легче, чем засловие за спиной у кого-то. Потому что зина, это грех, который перед Всевышним Аллахом ты совершил. Если ты раскаиваешься, милость Аллаха, она очень безгранична. И он может тебя простить. Но либо пока в охрете этот человек не придет, себя свой хах не возьмет, тебя за этот грех никто не просит. Все. И поэтому, сами подумай, у нас за прелюбодеяние, если человек находился, скажем, небрачной, незаконной связи, будучи примерным, как говорится, в кавычках, да, семьянином, то за это полагается смертная казнь. Как для мужчины, так и жляжь. А это наказание, оно еще по своей тяжести сильнее, чем вот это преступление. А мы сейчас с таким, как говорится, с такой простотой еще, воодушевлением, с пеной во рту начинаем, да он такой, он заблуждается, да он ничего не понимает, он ничего не делает. Потому что, а кто тогда не заблуждается? Кто сейчас не заблуждает? Вот мы проходили сборник имама муслимых, рахматуллахалий. И когда имам муслим, он жил, родился в городе Несабур, современный Иран. И когда к ним в город приехал имам Бухари, его в два ряда люди встречали, с двух сторон. Говорю, о, великий шейх приехал. А когда он начал преподавать, у всех остальных шейхов, все ученики, они, как говорится, вместе пришли на его лекции. И у них уже никого не осталось. И пошли разные разговоры. Имам Бухари такой, он оказывается секой, шайтан, на них тоже работал. И тоже на них это действовало. И дошло до того, что было, что его попросили из города. И имам Бухари, что с ним делать, рахматуллахалий, взял и собрал своих шейхов. Но преданность имама муслима была такова, что он все хадисы, которые брал у своих шейхов, он пошел, вернул. Вот, Стас, вот эти хадисы, которые я от вас слышал, записал, я вам возвращаю. Я от вас их не буду передавать. Потом, чтобы вы ко мне никаких претензий не имели, пожалуйста. И он уехал к имаму Бухари. И поэтому их вот связь, любовь такова, что имам Бухари его так зарядил, что он такой сборник хадисов написал, что на втором месте он после имама Бухари сборника, рахмат Бухари. И вот эти засловия про имама Бухари, они до такой степени ходили, и до сих пор в книгах иногда встречаешь вроде бы нормальные люди тех передатчиков хадисов, которых имам Бухари взял в сборник своих хадисов, включил, про них разные слова там. Вот он его взял, а на самом деле он там забывал хадисы, не разбирался о хадисах, про него говорили, что он вообще, у него хадисы брать не надо. То есть пытались расшатать и снат, вот цепочку передатчиков, которые имам Бухари привел. Так что среди мусульман это не впервые, но то, что сегодня происходит, это вообще катастрофа. Потому что тогда люди обвиняли друг друга в невежести, а сейчас обвиняют в неверии. То есть сказать, что этот человек кафир, это так же просто, как сказать, он не знаю, он казах там, он англичанин, он с Африки приехал, он оттуда. Понимаете? А что такое кафир? То есть Аллах этого человека наделил иманом, и он верит в его посланников, ангелов, писания, во все, что пророк сказал верить. И если он кафир, тогда тот, кто говорит, что он кафир, он по сути сам кафир. Потому что если неверием является то, что пророк обозначил как вера, тогда то, что говорит о его вере, по сути это есть вера. Поэтому сегодня, если вы услышите, что кто-то про кого-то начинает такие козни пускать, он такой-то, вот просто подойдите и спросите его. Если вы так уверены, что вы сделали? Вы написали ему, сказали, откуда столько информации? А потом, пожалуйста, говорите. Проблем никаких нет. Про нашего имама Абу Ханифу, рахматуллах алей, очень много таких тоже обвинений. Когда начинаешь читать, даже иногда смех раздирает, но обвиняли его во всех человеческих грехах, которые могут быть вообще. Начиная от того, что он не разбирался в хадисах, кончая от тем, что он выдумывал хадисы, и тем, что этот человек вообще не разбирался в религии. Но уровень богобоязненности Абу Ханифа, рахматуллах алей, уровень его знаний, он был на таком высоком уровне, что люди, которые приходили как бы его, скажем так, протестировать, у них мозгов не хватало до его уровня дойти, и они просто говорили, он, оказывается, не разбирается. Один пример из его жизни. К нему пришел один бедуин, и, говорит, сказал, если мне не изменяет память, у Абу Ханифа, если ля, то ля, если нет, то нет, некоторые говорят, нет и нет. И тогда Абу Ханифа сказал, если нет, то нет, но есть вариант, если нет, то и да. И ушли этот человек, а, сказал и ушел. И сидящие рядом с ним ученики, они его не поняли. Что он сказал, только понял он, и понял этот бедуй. То есть, Абу Ханифа, рахматуллах алей, у него было столько уровня понимания, что он мог спуститься на любой уровень, или подняться, и ответить на этот вопрос. А суть проблемы заключалась в том, что в одном ревояте хадисов, в нашем, да, «Ат-Тахиату лилляхи вассалавату вассалавату вассалавату», там несколько вариаций. И мы, которые вот, от Абдулла бима Цауда хадис, его вариант взяли, и там слово «ля», оно повторяется два раза. А есть ревоят хадисов, в котором слово «ля» только один раз повторяется. И поэтому, Абу Ханифа, рахматуллах алей, человек, который такого уровня, который одного из последних сахабов застал своими глазами и видел, да, мы говорим, Анаса бин Малик, который дуга за него делал, говорится, да, в некоторых ревоятах, если он не разбирается в религии, тогда кто в ней разбирается? Анас бин Малик, это тоже был человек, который, как Абдулла ин Мазут, рядом с пророком, саллах алей вассалям, вот при ревоятах приходит, десять лет рядом ходил. Да, его мать, Мусульм, ради Аллаху тааля аль, она его привела к пророку, саллах алей вассалям, и сказала, «Я, Расуллах, вот это тебе, вот что хочешь, как говорится, то и с ним делай». «Я, сиенок, и сиенок, все». И пророк саллах алей вассалям сказал, «Хорошо». И она сказала, «Сделайте дуазы». И он, положив ему руку на голову, сказал, «Аллах, сделай, дай барракат в его детях, в его богатстве, и есть ревоят, если не ошибаюсь, в его жизни тоже». И вот когда он из самых последних на земле, говорит, оставшихся сахабов умирал, он сказал, ну вот перед этим говорил, что он самый богатый и самое много детей у него. То есть, когда Хаджаш, говорит, к власти пришел, у него, то есть его собственных детей, которых генетическим отцом он является, больше ста был. То есть, он их имена даже не помнил. И самым богатым среди сахабов тоже он был. И очень много хадисов, то есть барракат у Амалах был такой, что мы, даже читая многие хадисы, слышим в них, даже если их и в этот хадис не передает, Анас бин Малик, но он там где-то обязательно фигурирует. И этот человек, который тоже был, очень много ходил, рядом с пророком Сауллах Али Ва Салям, но говоря о пророке Сауллах Али Ва Салям, он говорит, я сколько ему, как говорится, яркеледом, да, в русском языке, наверное, такого слова нету, нет, лилил, это когда яркеледед, а яркеледеды, это не знаю, и когда однажды пророк Сауллах Али Ва Салям сказал, ты это сделай, а нас идей, вот те задания, и он, как наши маленькие дети говорят, джок, да, то есть они не говорят джок, в смысле, я не буду это делать, они говорят джок, это значит чуть попозже, или я не хочу, или может лучше сам сделаешь, все другие варианты, и он говорит, я точно так же сказал нет, и он ничего не сказал, потом, когда он играл с другими детьми, очень известный хадис, по-моему, вот тоже в Бухарии приходит, пророк Сауллах Али Ва Салям подошел к нему, и сказал, а нас просто, ему сказал, унейс, да, илей его, такое, в арабском языке, есть оборот слова, которые уменьшительно, ласкательным делают, то есть, а нас уменьшительно, ласкательно будет унейс, и говорит, и унейс, ты сделал то, что ты еще не сделал того, что я тебе сказал, то есть это было не такая уже, вот явная, да, почему ты еще не сделал, он сказал, ты еще не сделал то, что мы тебе поручили, и все, он говорит, вот эти 10 лет, которые я ходил с пророком, Сауллах Али Ва Салям, я не слышал от него, ни разу, чтобы он мне сказал, уф, или тьфу, да, по-нашему, или почему ты это сделал, или почему ты этого не сделал, вот этих слов, порицания я никогда не слышал, но когда другие члены его семьи приходили и начали про меня говорить, вот твой Анас, этот маленький там поганец, он опять это сделал, то сделал, он говорил, ну кто не делает, если Аллах так предписал, он сделал то, что он предписал, все, отстаньте от этого мальчика, и вот этот характер нашего благословенного пророка, Сауллах Али Ва Салям, он столько любви в этого Анаса, ради Аллаху та Али Анху, вложил, сколько и мать, и отец вместе взятые вложить не смогли бы, поэтому сегодня наши вот эти разборки, да, в кавычках, этот такой, этот сякой, они нашу религию ни к чему доброму не приведут, если бы привели бы, то пророк Сауллах сам, он бы устраивал эти разборки, а раз он не устраивал их, а говорил, любите, прощайте, значит нам надо любить и прощать, но третий момент, это когда мы засловием, ну еще и что-то прибавляем, да, то есть засловием с надеждой, чтобы человек, который это слышит, он пришел к какому-то другому мнению, который выгодный анал, это еще хуже, чем рыба, это называется намима, да, то есть, рыба, это то, что хуже, чем зина, а намима, это то, хуже того, что рыба, и это, к сожалению, среди наших братьев мусульман, тоже происходит, то есть, для своей выгоды, мы можем человека, как бы, грязью полить, но грязь, в принципе, если ее поливать, она бы нас тоже задела, но мы так аккуратно поливаем, чтобы нас она не задела, и слышащий, то, чем мы поливаем, он только был, этого же мнения плохого, которое нам нужно, только про этого человека, но если бы там был третий человек, он бы сказал, а ты где был тогда, это как у нас сегодня, какое-то преступление происходит, два человека дерутся, а третий снимает это, себе, на сотовый телефон, и потом в спешке выкладывает это, в социальные сети, когда он должен был их там, не знаю, разнять, первую помощь оказать, то же самое здесь, то есть, он поливает одного человека грязью, сам стоит где-то рядом, но если, как говорится, здравомыслящий человек, он подумает, то он придет к выводу, что вот этот говорящий, он тоже, в принципе, рядом был, если он такой белый и пушистый, почему он там его не остановил, и не сказал, почему ты это делаешь, это неправильно, или если тебе не нравится, иди скажи ему сам, почему ты мне это говоришь, а получается, он выслушал, как этот там сказал, про его начальника, там, то-то, 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 потом потихоньку идет к начальнику, говорит, вот, басике, такая ситуация, этот человек про вас, это, это, это сказал, ну, ты же все это слушал, почему ты его не остановил, не сказал ему, все, прекращай, если что-то не нравится, иди скажи ему напрямую, что ты здесь сплетни таскаешь, этого ничего не было, этот бастух, то есть, вот этот, до того пелена ему все, там, как говорится, закрывает, все органы, осезание, он, даже не додумывается спросить, а ты что делал-то, почему ты меня не защитил, почему ты там, какую-то реплику не вставил, он говорит, все, ко мне его, садись, пиши заявление, и поэтому, уважаемые братья, ислам, это хорошо, когда мы молимся, с джамаатом ходим, аль-хамду-Лля, но в принципе, если мы не будем ходить, улья начнется, да, ты где, почему не ходишь, наши братья чуть-чуть на это реагируют, но, наши братья не реагируют, тогда, когда мы ведем бизнес, и вот такие у нас, скажем, не совсем хорошие друг про друга рассказы, мы между собой пускаем, и получается так, что мусульманин уже отказывается вести дела с мусульманином, а с другими людьми, ведя бизнес, он про своего вот этого брата, мусульманин, он говорит, что он такой сякой, он плохой, он меня когда-то кинул, это сделал, это сделал, это сделал, тогда у этого человека какое впечатление об исламе слаживается, то, что они друг друга кидают, еще потом про друг друга засловят, это которые нормальные, да, а которые ненормальные, они там вообще взрывают все, и общая картина, когда все воедино вкладываешь, получается, ислам это что-то большое, черное, темное, которое, как бы, никакого позитива в себе нести не может абсолютно, и, к сожалению, сегодня, аль-хамдулля, очень много больших, красивых мечетей, но их не украшает джамаат, у которых очень такие же красивые и чистые помыслы, и которые являются зеркалом друг друга, вот этот вот хадис, второй, да, который я хотел сказать сегодня, то есть мусульманину, он является зеркалом мусульмана, аль-мокмину, ми-ра-толь, мокмин, что такое зеркало, это зеркало, вот мы смотрим в зеркало, это тоже сунна является, да, аль-хамдулля, и когда мы смотрим в зеркало, мы видим все, свои зерканы, и также мусульманин, он должен являться зеркалом мусульмана, если какой-то другой мусульманин, у него что-то не то, мы должны ему пойти и сказать, но мы все в зеркало, когда смотрим мы же его наоборот не поворачиваем оно на нас смотрит и поэтому когда мы говорим других про этого человека получается зеркало наоборот трехмерное да но по идее когда зеркало да это то что ты видишь то есть тет-а-тет уведи его или там не за смс напиши на почту напиши там контакт фейсбук брат вот так вот так и вот эти скажем так выходки мне не понравились они мне задели задели многих других братьев мусульман поэтому я бы хотел чтобы ты там извинился или там впредь этого зеркало она имеет шариате только один случай до допускается засловить про человека то есть его изъяны говорить это когда есть уверенность в том что если ты этого не сделаешь то религии или жизни людей придет какой-то очень большой изъяна поэтому допустим если какой-то передатчик хадисов он был лжецом выдумывал хадисы и потом приходил беру вот этот достоверный хадис я его слышал там от имама бухарь про него говорили он никогда имама бухари в глаза не видел и не слышал тем более от него никаких хадисов и поэтому он лжец и про него потом во всех книгах автобиографических про передатчиков хадисов до науки хадисов в науки хадисоведения целые разделы есть под отрасль которые исследуют автобиографии передатчиков хадисов под его именем пишется этот человек он сочинитель хадисов все выдумал такой-такой но лишнее кроме этого про него ничего не пишется этот человек который выдумал хадисы или этот человек который брал этот человек который два-три слова все а что про него 20 там отрицательных слов написали он такой кривой сикой вы тоже там и поэтому вот это единственное исключение когда мы видим шариате разрешено а во всех остальных случаях если вы хотите исправить своих братьев то есть говорите эти слова с целью того чтобы исправить до его или исправить или братьев других мусульман оградить от его до каких-то изъянов то начните с него сперва поэтому если мы являемся зеркалом то это зеркало должно быть нормально поэтому в первую очередь надо исправить себя а когда мы видим во всех изъяны а сами мы кажемся белыми пушистыми это значит что мы являемся сами по себе зеркалом треснут не может быть что у человека все хорошо это только пророк сала алиэссалям а все остальные мы изъяны поэтому если мы видим свои изъяны значит аль-хамдулла мы нормально зеркал а если у нас все остальные плохие вот просто тест проведите начните с кем-то спорить и если вы всегда правы во всех ситуациях значит у вас что-то не так потому что человек не может быть во всех ситуациях где-то он может быть неправ на 10 процентов на 15 процентов на немного но он должен быть неправ правом быть мы можем только в одном что нет божества кроме аллах мухаммада поэтому пусть аллах субхану атаула примет наши поклонения и сделать нас достойным зеркалом для других наших братьев и чтобы это зеркало было интересно спасибо за внимание саламу алейкум